Глава 24. Падение Азимандия. Не люблю, когда мои решения оспаривают, особенно когда эти решения правильные. Алик должен понять, что каждый из нас является деталью механизма, ведущего к общей цели, и личностные предпочтения приведут лишь к негативным результатам, которые недопустимы. Следует охладить голову и руководствоваться здравыми расчетами. Нужно собраться. Я чувствую, что мы уже близко. Когда я доберусь до Гало, то вытрясу из него все без остатка. Теперь ему от меня не спрятаться. Лиша. Кристериденция. Токинская воронка. Темпоральный фрактал 15504. Море шумело у подножия тяжелых скальных громад, от которых едва отражался бликующий голубоватый свет. Высоко над волнами, на многочисленных выступах, ласточкиными гнездами выпирали крепкие стены домов города Инри. Город был очень велик, и распространялся он не вширь, а ввысь, лепясь к стене, словно пестрый лишайник, на котором пышными цветами горели вывески и рекламные постеры. И хотя весь город буквально цеплялся за ответственный край обрыва, нельзя было сказать, что он держится на честном слове. Каждый дом, каждая постройка были вписаны в скалу так органично и технически грамотно, что сомнений в их полной надежности не возникало. В каждый причудливый галерейный переход, в каждый ажурный мостик, проложенный над бездной, казалось, были заложены двойные, а то и тройные степени прочности. Также Инри поражал тем, насколько гармонично вписывались в городскую застройку скульптуры, высеченные из той же самой скалы. Эти скульптуры имели преимущественно библейскую основу, но явно чем-то отличались от нее непосредственно. В основном это были фигуры ангелов, заботливо обнимающих дома крыльями. Но больше всех выделялась огромная центральная композиция Святой Девы Марии, чье изваяние по пояс выступало из скальной породы, словно носовая фигура парусного корабля. Лицо Богоматери выражало пронзительную скорбь в то время, как ее руки простирались вперед над океаном и крепко удерживали ногого младенца. Руки ребенка были расставлены в стороны, вследствие чего скульптурная композиция вызывала двоякое ощущение. То ли младенец заранее готовился к будущему распятию, то ли собирался взмахнуть руками, словно крыльями, и вознестись на небо. Как бы там ни было, монумент создавал очень сильное впечатление. Но Лиша обо всем этом, конечно же, не задумывалась. Скорее всего, ей вообще было безразлично подобное творчество, как и творчество в целом. Ее заботили совершенно другие мысли. Глядя на здание, проносящееся навстречу по правой части экрана, Лиша хмуро молчала. Когда Адалиска проплыла мимо скульптуры младенца, оказавшейся размером в два раза больше нее, Боцман снял шлем и с удивлением произнес. Ничего не понимаю. В чем дело? Отвлеклась от своих раздумий девушка. Они тут вымерли, что ли, все? Диспетчерская молчит. Может, у них праздник какой-то очередной, предположил Фархад. Город не выглядит покинутым. А есть ли со связью проблемы? Нас бы уже давно встретили военные экзокрафты. Действительно странно, согласилась Лиша. Если нам не отвечают, предлагаю причалить, куда придется. Могут быть проблемы, ответил капитан. Нарываться не будем. Если местные возмутятся, просто улетим. Сам я здесь не бывал, но слышал, что в Кристориденции всегда было много мерцающих, задумчиво сказал Боцман. Мерцающие это те, которые просто спят? Думаешь, причина в них? Ну с какой стати? Не знаю, вдруг их тут стало слишком много, и в данный момент все они бодрствуют. Глупость. Лиша всмотрелась в экран. Надо садиться. Выбери место для посадки, Фархад. Пытаюсь. Экзокрафт, огибая выступающее скальное ребро, пролетел совсем рядом с большим домом, похожим на высокую прямоугольную башню, растущую из стены словно гриб. Судя по окнам, в доме было не меньше 15 этажей. В тот момент, когда Фархад плавно огибал его, сверху по обшивке одолиски что-то ударило. Какого? Дернулся капитан. Что-то упало сверху, определил Боцман. Повреждение корпуса не зафиксировано. Еще один удар, на сей раз по носовой части. Человеческое тело отрикошетило от визуального экрана, оставив на нем яркие кляксы растекающейся крови. Аллах всемогущий, ужаснулся Фархад. Это что, самоубийцы? Породился Боцман. Не знаю. Лиша угрюмо смотрела, как по ту сторону экрана перед их экзокрафтом сверху падают люди, прыгающие из окон ближайшего дома. Тут что-то ненормальное творится. Штурман вытер лоб платком. Это явно не местный вид спорта. Ну и какие будут указания? Спросил Лиша Фархад. Продолжай искать место посадки. Вижу свободную парковку под магазином. Отлично. Адалиска развернулась носом к широкому входу, зияющему под стеклянным супермаркетом, манящим рекламными скидками. Все причальные лампы горели зеленым, значит внутри было свободно. И хоть стоянка была создана для гораздо более мелкого транспорта, большой экзокрафт вполне мог на ней поместиться. Свет сменился на легкий сумрак, убого разбавленный электрическим светом. Решетки заграждающих стопоров были подняты. Никаких парковщиков не было и в помине, как собственные машины внутри. Далеко не залетай, дала указание Фархаду сосредоточенной Лиши. Мало ли что там. Придется когти рвать, а тут так узко. Сам знаю, буркнул тот. Миновав открытые пропускные системы, Адалиска остановилась и выпустила опоры. Ну вот мы и на месте. Оружие брать будем? Спросил Боцман. Не стоит. В конце концов, это не какая-нибудь дикая зуна, ответила Лиша. Что-то мне здесь совсем не нравится. Может стоило сразу в центр архипелага транслироваться? Гало же сообщил, что искать его нужно между статуями, а не в одной из них. Гало это хитрющее бестие. Если сунуться к нему сразу, он скорее всего сбежит и спрячется, как только почует наше приближение. Поэтому придется заходить тихонько и издали. Покинув Экзокрафт, все трое проследовали в сторону подъемников, прислушиваясь к тишине. Никто не попадался им на пути. Здание было безлюдным. При этом складывалось впечатление, что покинули его совсем недавно. На полу кое-где валялись брошенные вещи, которые обронили и не стали подбирать. Подъемные эскалаторы работали. Наверху играла музыка, и искусственный голос с жизнерадостным постоянством повторял. Проходите на свободную кассу. Проходите на свободную кассу. Но проходить было некому. Никто ничего не покупал. Пройдя мимо ряда кассовых стоек, Лиша начала примечать странные детали. Здесь были люди, недавно, крабили магазин. Но аккуратно. Все повреждения выглядят непреднамеренными. Видимо, просто толкались и повалили пару полок. Аккуратные грабители, хмыкнул Боцман, это что-то новенькое. Действительно необычно, согласилась Лиша. Но орудовали не вандалы и не мародеры. Они не хотели ничего сломать или испортить. Они просто забрали продукты. И деньги не взяли. Кассовые аппараты набиты наличкой, указал Фархад. Купюры разбросаны по полу, как будто бы ими швырялись. Вся зуна сошла с ума? Кажется, я начинаю понимать. Боцман подозвал товарищей к одному из стеллажей. Вот, посмотрите на ценники. Вам не кажется это странным? Лиша с Фархадом присмотрелись к ценникам и увидели, что те сплошь и счерканы поправками. Было заметно, что сначала их меняли. Но затем в какой-то момент времени на это не осталось. И персонал начал исправлять цену прямо на месте. Все больше и больше увеличивая цифры. В местной экономике произошла чудовищная стокфляция. Валюта обесценилась. В результате люди просто обчистили прилавки, поняла Лиша. Это как-то связано с теми самоубийцами? Спросил Фархад. Думаю, да. Мы прибыли сюда не в самое лучшее время. Кто-то прошмыгнул вдали между торговыми стеллажами и троица одновременно направила туда взгляды. Эх, надо было все-таки оружие захватить, прошептал Боцман. Спокойно. Пока что предпосылок для опасения нет, ответила Лиша. Идем к выходу. Нужно узнать, что происходит в городе. Улиц в Инри было очень много. Все они переплетались обширной сетью, но к их расположению новичкам следовало привыкать, потому что распространение шло не в горизонтальной, а в вертикальной плоскости. То есть улицы пролегали друг на другом, практически на всем протяжении скальной стены. Некоторые выходили наружу, но большинство пряталось внутри и выдавало себя лишь чередой однотипных продолговатых оконцев для света и вентиляции. Все это напоминало гномий город из какого-нибудь фэнтези. Однако инрийцы не углубляли свое поселение слишком далеко в скалу. Основная часть города размазывалась только по внешней ее части. Любовь местных жителей к прочности и основательности отражалась во всем, в том числе и во внешнем виде жилищ и зданий инфраструктуры. Все было грубоватое, тяжелое, мегалитичное. На окнах и витринах толстенные стекла. Двери словно сняты с крепостных ворот. Камень отполирован везде, где только можно. В каждой детали выдержана и соблюдена идеальная симметрия. Кристалиденция славилась своими мастерами. Здешние скульпторы пользовались огромным спросом, поэтому заказы постоянно поступали к ним со множеством миров. Но основными богатствами этой зоны были, конечно же, не статуи, а полезные ископаемые. В основном ценные породы металлов и самоцветы, коих здесь было великое множество. Что же случилось с этим великим миром? Людей на улицах почти не было. Если они попадались на глаза путешественникам, то сразу же пугливой рысцой скрывались в неизвестных направлениях. Только звуки шагов разносились по пустым каменным коридорам. Команда Адалийски миновала несколько лестниц, поднявшись на соответствующее количество уровней, но на пути встречала только унылую пустоту. Наконец им встретился человек, который не побежал от них прочь. Мужчина как-то странно кружился на одном месте и издали походил на юродивого. Казалось, что он не может надолго сосредоточить взгляд на одном месте, и поэтому вынужден ежесекундно перемещать его из стороны в сторону. Человек был бородат, с богатой шевелюрой и правильным прямым носом. Это единственное, что о нем можно было сказать с полной уверенностью. Во всем остальном же, и особенно в одежде, незнакомец словно не давал возможности себя рассмотреть, меняя свою фигуру, костюм и цвет ткани. Данные параметры трансформировались так быстро и непредсказуемо, что человек походил на какое-то чужеродное пятно или на призраково плоти. Мерцающий, шепотом, чтобы не потревожить странного человека, сообщил боцман Лиши. «Знаю», — ответил та. Мерцающими в ноосфере называли уникальных сноходцев с Земли, которые оказывались здесь, погружаясь в крепкий сон. Обычно разум спящего человека не фокусируется на отдельных мирах, как бы проносясь над ними и выцепляя лишь частные мимолетные фрагменты. Но у некоторых людей была способность фиксироваться на конкретных зунах, чья пульсация резонировала с нейронами головного мозга. Это позволяло спящим ненадолго проникать в иллюзорные миры, путешествовать по ним и даже общаться с полноценными сноходцами, обитающими в зуне постоянно. Чаще всего мерцающий, засыпая, возвращался в одну и ту же зуну. Но бывают и случаи, когда количество вероятных зун больше, и сноходец проникает в них поочередно, ото сна ко сну. При этом, проснувшись, человек не может вспомнить ничего или же почти ничего из того, что он видел по ту сторону своего сна. Но вернувшись в иллюзию, эта память к нему возвращается, и он тут же вспоминает, что переживал здесь ранее. С мерцающими следовало общаться очень аккуратно. Связь, удерживающая их в этом мире, была очень тонка и нестабильна, поэтому любое неловкое отношение или даже обращение к нему могло немедленно спровоцировать его пробуждение. Здравствуйте, поздоровался Лиша. Мерцающий немного покрутил головой, словно слышал голос, но не видел говорящего. Его глаза были ярко-голубые, и как-то странно пузырились, словно газированная вода. — Здра-ствуй-те. Широко разевая рот и растягивая слова, ответил он. — Уже близок к возврату, — шепнул боцман Лиша. — Да еще и не русский, судя по всему. — Знаю, не надо меня просвещать. Как можно тише и осторожнее дернула его Лиша, после чего опять обратилась к мерцающему. — Вы знаете, что здесь случилось? Где все люди? — Лю- — Спящий, задрав лицо к потолочному своду, крутил головой так и сяк. Шло время, но он ничего больше не говорил. Его фигура, кроме головы, стала совсем расплывчатой и полупрозрачной. — Пустая трата времени, — прошептал Фархад. И, словно услышав его слова, мерцающий вновь собрался, возвращая себя в этот мир. Его одежда на несколько минут даже приобрела неизменную форму — бордовая рубашка и синие джинсы. Когда Спящий опустил голову, путешественники успели заметить внутри его широко открытого рта прижатый к небу язык. Это был один из способов продлить управляемое сновидение перед самым пробуждением. — Тут почти все ушли, или у, или у, умерли, или умерли. Будто глухой заговорил мерцающий. — Почему? — спросил Алиша. — Не знаю, не знаю. — Ю-у-у-у-у. Он вновь начал расплываться и побрел куда-то волоча ноги. При этом казалось, что идет он не сам, а что-то несет его прочь, словно налетевший ветер. — От мерцающих толку никакого, — покачал головой капитан. — Что за напасть тут приключилась? — Это не сумеречники и не черная чума, — глядела вслед растворяющемуся сноходцу Лиша. — Что же это? Перебивая ветер, подвывающий в открытых оконцах галереи, на них начали надвигаться новые звуки. Нестройный треск голосов, шарканье ног, стуки и звяканье, словно пьяная компания возвращалась под утро из бара. — Строгая нет Куду! Строгая нет Мукоту! За индустрию! За возврат! Ваши бумажки! Пустые бумажки! Строгая нет! — Что это там такое? — насторожился Боцман. — Какая демонстрация? — Держитесь ближе ко мне, — ответила Лиша. — Не отходите от меня. — Возврат! И строгая нет Куду! Бумажки! Пустые бумажки! Строгая нет! Строгая! Группа эксцентричных горожан быстро приближалась к ним, размахивая палками и разбрасывая в разные стороны что-то вроде листовок. Сначала показалось, что это погромщики, но по мере их приближения путешественники отметили, что граждане ничего не ломают, а палки используют, чтобы стучать ими по каменным плитам и по стенам зданий. Все же Лиша не стала рисковать и предупреждающе выпустила щупальца, потрескивающая на концах, словно электрошокеры. Наступающие адекватно отреагировали на эту угрозу и обошли гостей сторонкой. Самый последний взъерошенный кривоногий чудак, остановившись ненадолго, пристально поглядел на троицу, крикнул «Строгая нет, Мукоту!» и швырнул в них несколько листовок, после чего бросился догонять остальную группу. «Тут творится какое-то массовое безумие», — сказал Фархад. «Весь город сошел с ума. А может быть и вся Зуна». «Что тут написано?» Ботсман поднял одну листовку. «Хм, странно. Билет обязательств. Это что, какая-то облигация?» «Хочешь сказать, что мы столкнулись с сейтелями?» Фархад подобрал другую бумажку. «Действительно, билет обязательств. Каких обязательств? Кого перед кем? Я ничего не понимаю». «Что-то обрушило экономическую систему кристериденции. Что-то или кто-то?» — ответила Лиша. «Я чувствую запах гало. Этот гад совсем рядом». Наверху заскрипели тяжелые ставни. Одно из окон открылось, и кто-то окликнул их. «Эй! Вы! Чего стоите там?» Все поглядели наверх, но увидели лишь волосатую руку, упирающуюся в подоконник. «А что, нельзя?» — спросила Лиша, стараясь не вкладывать в эту фразу негативных ноток. «Там опасно может быть. Нельзя долго стоять там?» — ответил невидимка. «Те, которые прошли, неизнатно буйных, но ходят частенько опасные, и больше их гораздо, строго больше». «И что ты нам предлагаешь?» «Зайти! Можем обсудить!» Стукнул внутренний засов, и толстая входная дверь чуть приоткрылась. Гости зашли внутрь дома. После маленькой прихожей сразу начиналась лестница, ведущая наверх. Поднявшись по ней, герои увидели пустую комнату, вместо мебели, заставленную упакованными ящиками и тюками. Их встретил хозяин, пожилой лысоватый человек в брюхах с подтяжками. «Эстебан Альварес!» — представился он, и жестом разрешил гостям садиться, куда захотят. Вошедшие представились в ответ. «Вы прибыли зачем?» — усевшись на один из ящиков, поинтересовался хозяин. «По делам!» — ответил Ильиша. «Но не ожидали столкнуться с... А что, собственно, произошло?» «По делам!» — проворчал Альварес. «Все! Все приходят по делам!» «А дела какие могут сейчас быть? Сейчас бежать надо только! Разорение, обнищание, анархия!» «Вы это видите все? Разве жизнь это?» «Все могли кто, ушли давно. Я ждал все. Надеялся, что исправят все. Не исправляют. И не исправят. Уходить надо мне. Все бросать!» «Ты здесь один живешь?» — спросил Боцман. «Без семьи?» «А если бы семья у меня была, я бы позвал вас?» «Я бы в дом пустил вас?» — Альварес грустно рассмеялся. «Никого нет у меня, и вас не позвал бы. Не увидел, если бы, что защиту у вас!» Он указал на Лишу и, встряхивая руки, с шипением изобразил электрошок. «Подумал, мне поможете. Экзокрафтом прибыли вы же! Мог бы я отдать кое-что вам, за то, что в леданию доставите!» «Мы не берем пассажиров!» — ответил Алиша. «Тогда меня бы вы проводили в порт Нового Вифлеема. Недалеко это. У вас защита, я видел. Без нее не пройти туда. Благодарен вам я был бы. В долгу не остался бы». «Зачем тебе в Новый Вифлеем?» — спросил Алиша. «Буконьеры! Говорят, что берут всех за долю малую. Опасность есть, но выхода нет другого. Многих они вывезли. Больше людей — меньше плата. Нынче мало людей, плата больше. Однако деваться куда?» Альварес вздохнул. «Можно, конечно, по пастушьим тропам уйти, в Высокогорье. Там живут и дольмены, резчики идолов, отшельников племена. Кто-то к ним уходил. Говорили, что помогают они. Говорили, что поселение новое возводить начали. Я бы пошел, будь младше. Теперь не могу. Тяжело это. И трудно там жить. В ледании спокойно, говорят. Тихо там. Дожить свой век можно. Добраться бы до Нового Вифлеема». «Так что же случилось с Кристориденцией? С чего возник этот кризис?» — опять поинтересовался Лиша. «Все быстро сложилось». Эстебан провел большими пальцами вдоль подтяжек. «Мы хорошо жили. Еще лучше хотели. Никто не мог вокруг пальца нас обвести. Массов выгнали мы, когда они приходили. Берег нас Иешуа. Мудрость нам дал, но самоуверенность не убавил. Думали мы, что мудрее всех. Хитрее всех думали. А попались на пустяке». Он грустно вздохнул. «Кто же вас обманул?» — спросил Боцман. «Когда хорошо живешь, богато живешь, сытно живешь. Хочешь все больше?» — печально развел руками хозяин. «Когда все есть у тебя, хочется того, что нет у тебя. Пусть даже это мелочь. Мой дед работал всю жизнь, мой отец работал всю жизнь. И я работал всю жизнь. И на земле, и здесь. А под конец жизни решил, что не нужно работать. И все так решили. С Матролора это пришло, говорят. Там это придумали. Зарабатывать не работая, чтобы каждый получал столько, сколько хочет. Мы не верили, говорили все, что обман это. Но поверили потом, когда увидели, что работает все. Эта система представлена была новаторской, прогрессивной. Ценные бумаги заменяли деньги, которые заменялись чистой энергией, в свою очередь. Приток энергии за счет прибывающих бесконечно компенсировал распределение между владельцами билетов обязательств. Каждый получал фиксированные выплаты регулярно, что на бескорыстность характера указывало. Цена их росла каждый раз. Новые билеты и обязательств покупались по цене первоначальной, но цена старых билетов не падала, а наоборот. Хитрая пирамида кивнула Лиши. Народ покупает билеты и обязательств, скажем, по 100 фраксов, и получает регулярно по 10 фраксов выплат, которые сперва платятся с его же собственных денег. А затем начинают платиться за счет денег новых вкладчиков. Чем больше новых вкладчиков, тем больше суммы выплат первым вкладчикам. 12, 15, 20 фраксов. Начинается экспоненциальный рост числа вкладчиков. Пирамида растет не только снизу, но и по всей величине, ведь старые вкладчики также поддерживают ее, покупая новые и новые билеты и обязательств. Постепенно людям начинает хватать выплат на полное обеспечение своей жизни, и они бросают работу. Остальные же трудятся ради того, чтобы поскорее накупить билеты и обязательств и догнать тех, кто уже вышел на самоокупаемость. Такую пирамидку ничто не стоит обрушить, скептически заметил Боцман. Достаточно лишь одному вкладчику из вершины разом вывести все свои накопившиеся средства. Образуется дыра, от которой пирамида не выстоит. Безусловно, согласилась Лиша. Но как и у любой пирамиды, здесь используется превосходный психологический цемент. Жадность. Тебе уже платят столько, что ты купаешься в роскоши, и выплаты с каждым разом все увеличиваются и увеличиваются. Куда ты будешь загонять все излишки заработанного, которые не в силах освоить? Конечно же обратно в пирамиду. Накупишь еще больше бумажек, которые еще сильнее приумножат твое состояние. Что мне больше всего нравится, так это обеспечение. Ни у одной классической финансовой пирамиды никогда не было обеспечения. Здесь же оно есть. Это энергия. Поток душ, прибывающих в ноосферу, не иссякаем. Значит и обеспечивается пирамида вечно. По-моему круто. И все верили в это, подтвердил Альварес. Мы видели, как Матролор богатеет. От нас туда массово люди ехали. Быстрее, чтобы заработать на новые билеты и обязательства. А потом к нам начали ехать отовсюду уже, с бедных зун. На любую работу, лишь бы им платили билетами обязательств. Размах аферы шикарен. Так можно было и всю ноосферу натянуть, усмехнулся Боцман. Но все рухнуло гораздо быстрее. Риша задумалась. Мошенники ограбили всего две зуны и остановились. Почему? Испугались, что их обнаружат? Мы не ожидали, насколько ловушка станет глубокой, вздохнул Астебан. Денег начислялось все больше, но стоили они все дешевле, пока не обесценились совсем. Цены выросли чудовищно, а потом и товары пропали. Многие начали требовать в счет своих билетов обязательств энергию, но оказалось, что запасы, все ее, были истощены. Куду и Мукоту, стоявшие за всем этим, скрылись. Слышал, что Куду нашли и убили, но не факт это. Самоубийцы, что прыгают из окон, прогоревшие вкладчики? Спросил Боцман. Не всегда, спокойно ответил Альварес. Чаще посредники, в распространении билетов обязательств, участвующие. Слышал, что собрали и заперли их в биржевом здании, но не трогали. Боялись они, что будут их казнить жестоким образом. Вот они выдержали, прыгнули. Так вы проводите меня в Новый Вифлеем? Нам нужно больше информации, ответила Лиша. В Новом Вифлееме можно ее получить. Я простой человек. Там есть те, кто могут больше рассказать вам, чем я. Не хотелось билесть в это тассин и гнездо, включив акцент, сказал Фархад. Там, где анархия, добра не жди. За всем этим стоит Гаала. Куду и Мукоту всего лишь пешки в его игре, произнесла Лиша. Это не первая его пирамида, но здесь он пошел дальше. Он не просто обирал народ, он копил энергию. А потом куда-то ее делал. Кто в наосфере собирает энергию? Ицпополотль? Сглянул на нее Боцман. Да. И кажется, у нас появился шанс прижать к ногтю ее непосредственного поставщика. Вы меня отведете в Новый Вифлеем? Защита у вас, твердил хозяин дома. Отведем. Надеюсь, вещей у тебя немного? Котомок пара. Замечательно. Лиша поднялась Стюка. Ну и думаю, что правильно оставлять Адалиска без присмотра, обеспокоенно заметил Фархад. Ты пойдешь с нами. С Адалиской ничего не случится, отрезала девушка. Город, погруженный в пучину кризиса, был похож на большой нездоровый организм. Обстановка выглядела нетипично. Всеобщая депрессия, окутавшая население, пропитывала каждый закоулок. При этом, благодаря особой ментальности жителей, особого буйства не замечалось. Погромы отсутствовали, мародерство отдавало нотками какой-то застенчивости. Во всем этом виделась растерянность общества, отвыкшего от экстремизма и обретшего за долгие годы ровной стабильной жизни некую вялость и инертность. Люди даже возмущались с осторожностью, все еще надеясь в глубине души, что кто-то придет к ним и восстановит их порушенную экономическую систему. Как восстановить ее самим, они не знали. Индри напоминал бомбу с догоревшим фитилем, поэтому соваться сюда дураков не находилось. Только кочующие криминальные дельцы, так называемые буконьеры, рисковали совершать рейсы в умирающий город, да и то лишь в одно единственное место, в Новый Вифлеем, который являлся обычной площадью, размещенной на выступе перед псевдохристианским храмовым комплексом. Эта площадь имела особый священный статус, в связи с чем данное место считалось самым безопасным в городе. Население становилось все меньше, а то, что оставалось, с каждым днем все сильнее теряло контроль над собой. Осознание полной безысходности нищеты и безвластия сводило людей с ума, и они все сильнее начинали звереть. Колесо террора медленно, но неукротимо набирало обороты. Пока они шли, пару раз встретили маленькие митинги и воришек, обшаривающих пустые лавочки. Но крупных волнений нигде не заметили. Когда же стали приближаться к новому Вифлеему, то наконец-то услышали шумы первых беспорядков, из которых было трудно понять, чего добиваются эти граждане. Одни из них вроде бы пытаются прорваться на площадь, чтобы покинуть Зуну, а другие силятся остановить их, взывая к патриотичности. Все это выглядело словно представление умалишенных. Патриотичность. Патриотичность. И толпа испуганно расступилась. Здесь давно отвыкли от рукоприкладств. Первое насилие выбило местных из колеи. Скоро они придут в себя и ответят насилием. Но пока этого не случилось, оставалось время, чтобы прорваться через них, воспользовавшись замешательством. Вслед за дерзкими пришельцами через кордон успело прорваться несколько семей беженцев. На круглой площади раскорячился опорами очень неопрятный и уродливый экзокрафт, под которым уже бурлила солидная группа граждан, желающих покинуть Зуну. К ним-то и направились пробившиеся визитеры. Даже не поблагодарив сопровождающих, Альварес бодро ускорился, нырнул в толпу и тут же затерялся в ней. «Э, а наше вознаграждение!» — вдогонку ему крикнул Фархад. «Черт с ним!» — ответила Лиша. «Будьте начеку, а я пообщаюсь со страждущими». Пробившись сквозь толпу, она встала под задраенным люком экзокрафта и громко крикнула «Эй!» На нее никто не обратил внимания. Тогда она крикнула так громко, что голос ее разнесся на километр. «Эй! А ну умолкли все!» Только после этого толпа стихла и прислушалась. «Что здесь за собрание?» — спросила Лиша. В ответ загомонил целый хор голосов. «Улететь хотим! Они заперлись! Они хотят оплаты строго больше! Нам улететь надо!» «Почему улететь хотите?» — остановила их Лиша. «Все хуже и хуже здесь! Никто не выплачивает по билетам обязательств! Деньги, бумага, обязательства, бумага! У нас не осталось ничего!» «Кто за всем этим стоит?» — опять отсекла бурю возмущений Лиша. «Известно кто! Куду и Мукоту! Это дело их рук! Они обещали, но не выполнили!» «Они увеличивали выплаты, но цены стали увеличиваться быстрее! Мы начали копить больше билетов обязательств, чтобы увеличить выплаты, но все равно не успевали за ценами!» «А потом Куду и Мукоту пропали! Магазины разорились! Предприятия разорились!» Под крики толпы трапок за крафт начал со скрежетом опускаться, и люди тут же завопили от радости. Отойдя в сторонку, чтобы ее не зашибло трапом, Лиша заглянула внутрь отсека. Там показались чьи-то голые ноги, обутые в шлепанцы. Буконьер, одетый как босяк, расслабленно спустился по ступенькам и спрыгнул с последних двух, шлепнув резиновыми подошвами. Парень сохранял видимое спокойствие, но Лиша чувствовал, что в душе он сильно волнуется, оказавшись один перед целой толпой. «Так, короче, у нас новые условия, ввиду того, что трансляции стали очень сложными!» Шепелявин начал он. «Оплата увеличивается, вещи принимаем только ценные, шмотки больше не берем, даже пусть и товарного вида!» Народ неодобрительно загудел. «Спокойно, спокойно!» – выставил вперед тощие татуированные руки Буконьер. «Не нравятся наши условия, ждите следующих за крафт, какие вопросы-то?» «Да следующего не будет больше!» – кто-то ответил ему из толпы. «Может, не будет, а может и будет. Мы изложили свои условия, а вы решаете!» – ответил Буконьер. С очень недовольным ворчанием люди принялись возиться, снимая с себя последние украшения. Воспользовавшись моментом, Лиша подошла к Буконьеру сзади. «Ты капитан этой развалюхи!» «Чего?» – обернулся тот. «Какая это тебе развалюха? Это самый быстрый экзакрат в сегментариуме!» «Да пофигу! Ты капитан или не ты?» «Ну, не я!» «А капитан там, что ли?» – Лиша указала пальцем в зеющий люк. «Тебе какое дело до капитана? Ты кто вообще такая?» Выпитив грудь колесом, хилый Буконьер стал надвигаться на Лишу, но та без труда выкрутила ему руку назад ловким приемом. Парень даже закричать не смог. Настолько ему было больно. Казалось, что от крика станет еще больней. «Где капитан?» – спросил Лиша. «Эй, вы чего делаете? Отпустите его! Они же не возьмут нас из-за ваших действий!» – заволновался народ. Некоторые граждане даже попытались освободить Буконьера от Лишиного захвата, но Фархад с Боцманом оттеснили их назад. «Где капитан?» – повторила Лиша. «Тебе нужна рука или больше нет?» «За каким хреном вам капитан?» – высунулся из люка конопатый и небритый мужчина в майке-алкоголичке. «А ты кто такой?» – подняла голову Лиша. «Не капитан ли часом?» «Часом капитан!» – тот сплюнул в сторону. «И чё? Малого моего крутишь зачем?» «Наглый он у тебя!» – ответила Лиша и выпустила Буконьера, который тут же отпрыгнул от нее к трапу. «Она чокнутая! Тут, наверное, все такие! Сваливать надо!» – заверещал он. «Заткни пасть!» – спокойно отмахнулся капитан и, вытирая руки от черного масла, стал спускаться вниз, тесня доходягу. Устроил тут Шапито. «Условия сообщил?» «Сообщил!» – отвернулся униженный парень. «Как я понял, мои условия вас не устраивают!» Подойдя к Лише почти вплотную, выдохнул ей в лицо грязный капитан. «Да мне насрать на твои условия!» – ответила Лиша. «Я с тобой лично хотела поговорить!» «Вон оно как!» – капитан улыбнулся остатком зубов. «Серьезная мамзель с разговорами ко мне!» Он посмотрел на своего помощника и дал распоряжение. «Начинай принимать оплату и запускай вовнутрь, а я пока тут дамочку ублажу, а разговором!» «Лан!» – кивнул парень. «Так, все желающие улететь, короче, подходите, оплату мне и грузитесь организованно!» Народ потянулся к трапу, а Лиша с капитаном, зайдя за дальнюю опору, начали диалог. «Элиас Виртанин, к вашим услугам, госпожа!» – представился мужчина. «А тот тупоголовый осел – мой сынуля Вилли!» «А я Лиша, просто Лиша!» «Смотрю, ты тут уже давно подхалтуриваешь в Кристориденции!» «Не только тут, во всем кластере!» «Нас тут целая гильдия, и я – ее почетный член!» «Хе-хе!» – сделал он акцент на последнем слове. «Сейчас, значит, вывозите народ в подыхающие зуны?» «Раньше привозили?» «Алла!» «Зуна еще недавно была процветающей!» «Нас отсюда гоняли с ссаными тряпками!» «С песивым местный народ был!» «Чтобы нам вот так прямо вынретранслироваться – вообще нонсенс!» «Столкнули бы со скалы в море без разговоров!» «Только на окраинах и приходилось показываться!» «Брезговали нами, как прокаженными!» «А теперь вон, погляди, как любят!» «Хе-хе!» «Имя Гало тебе о чем-нибудь говорит?» «Ни о чем!» «Я знаешь, сколько народу перевозил!» «Галош мало!» «Только только сволочи не было!» «Мне платят, я транслирую и вопросами не задаюсь!» «Но если ты будешь поласковее, то, возможно, я что-нибудь вспомню!» «Ласка, она, знаешь ли, проясняет мужскую память!» «Хе-хе!» «Я тебе сейчас проясню память!» «Так проясню, что мало не покажется!» Лиша вдавила его рукой в опору и стала угрожать высунувшимся из-за плеча щупальцам. «Мария Ауксилидора!» «Мигратор!» «Мельхиоровая гавань в диаметрическом сегментариуме!» «Кто-то из ваших привез оттуда группа людей!» «Именно из ваших!» «Чужаки бы на вашу деляну не сунулись!» «По нелегальным, нерегистрируемым перевозкам тут работает только буконьерская гильдия!» «Ты должен знать, кто это был!» «Его экзокраф тогда назывался?» «Валок!» «И тебе лучше бы вспомнить, если хочешь убраться отсюда живым!» «Не понимаю, а о чем ты?» «Испугался, но продолжил упорствовать капитан!» «Повторяю в последний раз!» «Гало!» «Мария Ауксилидора!» «Валок!» Глаза Лиша загорелись от ярости «Кто владеет экзокрафтом Валок?» «Погоди-ка!» «А как называется твой экзокрафт?» «Пощади!» Окончательно перепугался Элиас «Ради сына!» «Как называется твой экзокрафт?» Лиша подвела кончик щупальца к его глазам, щелкая искрящими разрядами «Лиша!» Остановил ее голос ботсмана «Что ты творишь? Отпусти его!» «Пожалуйста!» Проскулил Элиас Опомнившаяся Лиша отпустила его, брезгливо вытирая руки, которыми к нему прикасалась «Фортуна!» Вжимаясь в опору, простонал капитан «Мой экзокрафт называется «Фортуна!» И всегда назывался «Валок принадлежал кому-то из залетных!» «Мы стопорнули их, но они откупились!» «Щедро!» «Куда они транслировались потом?» «Да никуда!» «Куда они транслировались потом?» Лиша опять начала разбирать ярость, и Элиас понял, что второй раз ботсман может его уже не спасти «Говорю тебе, никуда!» «Повторил он!» «Это правда!» «Они остались здесь, на острове Керак!» «Экзокрафт оттуда не транслировался больше!» «Не может быть!» Лиша не верила ему «Он не мог здесь оставаться надолго, особенно после начала кризиса!» «Это не в его правилах!» «Вы меня отпустите?» Жалобно спросил Элиас «Пошел вон!» Бросил в ответ Лиша и тут же повернулся к боцману «Боц, так не бывает!» «Гало не мог тут остаться!» «Почему он остался?» «Может быть, понял, что бежать больше некуда?» Предположил тот Появился растрепанный Фархад «Э! Там вообще капец, что началось!» «Пробежал их капитан, сказал, что больше брата никто не будет!» «Народ взбосился!» У него за спиной, там, где был спущен трап, действительно слышался нарастающий голдеж множество голосов «Нам здесь больше нечего делать!» «Возвращаемся на Адалиску!» Распорядилась Лиша Они протолкались через толпу беженцев, отчаянно трясущих руками сжимающими драгоценности Все они требовали забрать их, но буконьеры уже поднимали трап Выбравшись, наконец, из этой толчьи, путешественники столкнулись с новой проблемой Группа, блокирующая площадь, успела увеличиться почти втрое Из площади никого выпускать не намеревалась Во всяком случае, непокалеченными Они кричали проклятия и глупые лозунги, а увидев чужаков, словно сбесились и потянулись к ним с явно недобрыми намерениями Лиша не желала тратить на них время И, выйдя вперед, выпустила щупальца, поднявшись на них, словно на сваях выше толпы При этом она стала напоминать перевернутую иудейскую минору Резкий рвок вперед, и Лиша прошла сквозь толпу, словно гребень по волосам Оставив позади себя несколько дымящихся дорожек В которых корчились и орали обожженные и раскромсанные тела горожан Толпу охватил ужас Люди прижались друг к другу Воспользовавшись этим, Фархад и Боцман рванули по одному из проделанных лиший коридоров Прыгая через изувеченные трупы и раненых Так вот, что такое крах Всю свою жизнь я жил в достатке И достаток мой строился во многом благодаря аккуратному отношению к средствам Не зажимайся, но и не расточительствуй Вот золотое правило успеха в бизнесе Оказалось, что есть еще одно Не думай, что ты умнее всех Вэл Мукоту гений Не потому, что придумал величайшую аферу А потому, что наделил ее безупречной приманкой Билеты, обязательств Они распространялись с большой неохотой Никаких зазывал, никакой буйной рекламы, никакого пафоса Все просто и примитивно Но эффект поразителен Реклама была не нужна Чернь стала наглядной рекламой Когда мы увидели, как бедняки богатеют на пустом месте То испугались, что останемся за бортом И подключились к этой дьявольской игре Нужно было раздавить эту заразу еще тогда Но мы считали себя умнее и хитрее мошенников Мы хотели успеть нажиться на этом Прежде чем пирамида рухнет А в итоге нажились на нас Перед крахом мой доход составил больше тысячи процентов Больше тысячи Сейчас смешно об этом говорить Но еще совсем недавно я считал это нормальным Я получал регулярные выплаты честно, до последнего гроша Так много, что деньги мне привозили грузовыми летунами И их некуда было складывать И я покупал еще и еще билеты и обязательств Словно наркоман, пустившийся во все тяжкие А теперь я никто Мой долг трудно сосчитать Моя жизнь больше ничего не стоит И я стал одним из тех, кто потерял все Кто бы мог подумать Мы и вправду верили, что открыли новый вид экономики И в итоге потеряли наш мир Кристериденция уничтожена без катаклизмов и войн Дураки Поделом нам за эту безалаберность Надеюсь, что другие посмотрят на нашу печальную судьбу И вовремя остановятся Хотя кого я убеждаю Человеческий род неисправим Мы слишком многого хотим от жизни И нас всех ожидает ад Прости меня, Иешуа Прости меня, Мария Целеста Прощайте, люди Рамзай Эбадих Разорившийся бизнесмен Предсмертная записка Лишь Афархад и Ботман бежали по галереи Плавно изгибавшейся вдоль городской скалы Позади слышался шум улетающей фортуны И целый хор криков Не то одобрительных, не то разъяренных Из магазинчика прямо на их пути Вылетела витрина Среди стекол корчился человек В окровавленном фартуке Он был весь изрезан и истекал кровью Буквально перескакивая через него Навьюченные мешками с украденным добром Выбежали грабители в масках Как раз на перерез троица Грабителей тоже было трое Вместо того, чтобы просто убежать Они зачем-то решили напасть на чужаков Видимо, посчитав, что те пришли их остановить Либо отбить добычу Не лезь, пожалуйста Попросил Ботман у Лиши Мы сами справимся Та не стала спорить Завязалась драка Один из грабителей ударил Ботсмана Но тому его удар был как слону дробина Ввиду заметной разницы в весовых категориях Грузный штурма над ним ударом левой попросту сбил нападавшего с ног Фархад получал от второго мародера тяжелым мешком И едва удержался на ногах Во время второго замаха Ботсман перехватил мешок Дернул его на себя Выдернув из рук грабителя И рассыпав украденное добро А затем прямым ударом правой уронил негодяя Следом за товарищем Третий бандит бросился на утек Все же не желая расставаться с тяжелым мешком Но Фархад, жаждущий реванша, догнал его, подсек И уже лежачего быстро добил ногами Получай, шайтан проклятый, на тебе Хорош, хорош, остановил его Ботсман Он уже не сопротивляется Нам надо уходить, пока другие не набежали Косома Распаленный Фархад полез в свой внутренний карман А вот это уже нехорошо В чем дело? Подошла к ним Лиша Транспондер вибрирует Подает сигнал Это значит, что Адалиску пытаются взломать Я им взломаю Дальше доберетесь без меня своим ходом Встретимся на парковке Лиша решительно побежала к окну галереи И с разбегу выпрыгнула в него Эй, ты куда? Закричали вдогонку друзья В ответ за окном промелькнул крылатый силуэт Тут же скрывшийся из виду Вот почему я не люблю иметь с ней дело Указал Фархад Она все делает по-своему Никогда не советуется Я все еще доверяю ей Ответил Ботсман Побежали скорее Нам нужно успеть добраться до Адалиски Пока нас здесь не прижали Мужчины помчались дальше по галерейной улице Опасливо поглядывая по сторонам В темные подворотни Их преследовало очень тревожное чувство Не дающее сбрасывать скорость И устраивать передышку И хоть дыхание у обоих уже перехватывало А пот лился в три ручья Они не сбавляли темпа Миновав знакомую лестницу Они оказались на нижнем ярусе Где находился тот самый супермаркет Но до самого магазина Оставалось преодолеть целый квартал Ботс, слышь У меня две Две но Две новости Отдувай, сообщил Фархад Хорошая и плохая С какой начать? Давай с хор Сквозь тяжелые пыхтения ответил друг С хорошей давай Экзотранс Транспондер Перестал Перестал вибрировать Отлично Значит Лиша успела отогнать Отогнать их А плох А плохая новость За нами Погоня Холера Тогда Поднажмем Птицы Сидевшие на одном Из окон При приближении Бегущей пары Раскричались И одновременно Спорхнув Улетели наружу Ботсман Начал сдавать первым Он все еще спотыкался Делал зигзаги И едва Выдерживал Ритм бега До супермаркета Оставалось уже рукой подать Когда погоня Показалась в поле зрения Обезумевшие Жители с камнями И обломками палок В руках Нагоняли их Было понятно Почему они появились Не сразу Увидев способности Лиши Никто нарываться Не захотел Но когда та ушла Разгневанные люди Решили взять реванш Отыгравшись На ее компаньонах Драться с таким количеством Народа Не было никакого смысла Беглецов ждало Жуткое позорное Линчевание В супермаркете Их встретил Зазевавшийся мародер Который Скорее всего Не хотел их останавливать А Лиши Выносил что-то по мелочи Бегущий навстречу Фархад Ударил его дверью Так что тот Отлетел назад И повалил стеллаж До спасительной парковки Оставались считанные метры Чтобы немного Сэкономить Растраченные силы Удирающие мужчины Скатились на нижний уровень По перилам Преследователи Уже догоняли их Вливаясь буйным Топочущим и орущим потоком В главный зал магазина Чувствуя что их сердца Вот-вот выскочат Из грудных клеток Фархад и Боцман Чуть не падая Выбежали на парковку Сзади их уже пытались Достать палками Самые резвые горожане Но вдруг расстояние Между ними Стало резко увеличиваться Визжа тормозящими подошвами Толпа остановилась Задние бегущие Врезали с передних Хвала Аллаху Вместе с мучительным стоном Выпустил из себя Фархад Увидев Лишу Вокруг которой В разброс лежало Не меньше тридцати Обугленных тел Все еще дымившихся И попахивающих шашлыком Как же вы долго Цинично встретила их девушка Да еще и группу поддержки привели Идите раскочегаривайте Адалиску Я тут сама порядок наведу Задыхаясь Капитан со штурманом Пробежали мимо нее В сторону задраенного люка Но Алиша, растопырив щупальца Направилась в сторону людей Скапливающихся у входа На парковочную площадку Несколько отчаянных смельчаков Очевидно не ведавших способностей Соливификария Сорвались с места И бросились на нее Не успели они сделать И нескольких шагов Как щупальца Извивая источных хлысты Похватали их И разорвали на куски При этом не было никакой крови Только дым и шипение Горячей плоти На землю попадали Обугленные дымящиеся ошметки Похожие на угли Демонстрация оказалась Настолько убедительной Что толпа запаниковала И стала вдавливаться обратно На выход к лестнице Топча друг друга И создавая немыслимую давку Лиша не стал их преследовать Вместо этого Она вернулась как за крафту С которого уже спустили трап Керак являлся седьмым Из так называемых островов В цепи книпельного архипелага Он был не самым большим И не самым приметным Напоминал он неровный астероид Около полутора километров В поперечнике И сплошь был покрыт Толстым ярко-зеленым мхом Благодаря соседнему летающему Острову Алкионе Окутанному водяной оболочкой На Керак постоянно моросил Мелкий теплый дождик Чьи микроскопические капельки Тут же испарялись Или впитывались в почву Деревьев здесь не было Зато в изобилии росли Огромные густые кустарники Керак считался заповедником И никому не принадлежал Да и жить на нем Из-за регулярной повышенной влажности Никому не хотелось Лиша надеялась обнаружить На острове следы Гало Указывающие на его дальнейшее перемещение Адалиска быстро достигла Керака И облетела его по кругу Высматривая подозрительные участки Кустарник был настолько плотным Что надежно скрывал поверхность Садиться пришлось на обум Прямо в заросли С оглушительным треском Экзокрафт продавил сплетение веток Подняв фихрь из листьев А затем кривовато Но все же опустился На неровную поверхность Керака Фархад сразу предупредил Что рядом кто-то есть Гало мог оставить здесь Своих сулоритов На всякий случай Поэтому на вылазку команда Отправилась вооружившись Под сенью высоких кустов Лиша, Фархад и Боцман Оказались в душном водяном мешке Их одежда тут же промокла насквозь Напитавшись влагой Быстро осмотревшись Лиша сразу же обнаружила Множество хорошо заизолированных кабелей Пролегавших во мху Каждый кабель был соединен Замаскированной антенной Которую можно было рассмотреть В хитросплетениях веток Только приблизившись вплотную Кто-то развернул на Кераке Секретную станцию связи Но по всей видимости Она была отключена Или вообще не работала Осторожно продвигаясь вперед Группа вскоре наткнулась На первые свидетельства Присутствия здесь суларитов Это были некие знаки Свойственные культу Но выглядели они как-то блекло Словно те, кто их размещали Не хотели слишком откровенно Заявлять о себе Оставили несколько символических меток Ради приличия Тем и довольствовались Боцман, следивший за биосканером Оповестил друзей Что живые объекты Находятся прямо по курсу И не шевелятся Явно поджидают их Лиша сделала знак Чтобы спутники остались на месте А сама пошла вперед Но не успела отойти На десяток метров Как в нее из кустов Ударило сразу несколько залпов Подстреленная девушка Упала на толстый мох А из-за ее спины По обнаруженным огневым точкам Тут же ответила Винтовка Фархада И пулемет Боцмана Капитан наповал Сразил крайнего стрелка Но где прятались остальные Он разглядеть не успел Поэтому просто укрылся за камень Боцман же открыл Шквальный огонь По кустам Слева направо Только ветки полетели В разные стороны Неизвестно зацепил ли он кого-то Но после этого обстрела Враг сразу притих Пока Боцман перезаряжался С противоположной стороны По нему открыли стрельбу Но безрезультатно Здоровяк тут же залег Уйдя из-под обстрела Фархад же Заметив с полохи Выстрелил прямо по ним И судя по короткому воплю врага Попал точно в цель Обследовав сектор Друзья насчитали Пять суларитских трупов Из которых двое были убиты Фархадом А троих посекло Пулеметным огнем Боцмана Затем они вернулись к Лише Та лежала между двумя корневищами И тяжело дышала В ее туловище зияло Несколько дыр Из которых текло что-то светящееся Перламутрово-масляное Когда Боцман дотронулся До этой жидкости Она превратилась в обычную кровь Подруга, ты как? Спросил он Как мишень в тире Ответила та Помогите подняться Мужчины аккуратно подняли ее из земли Теперь отойдите Дождавшись, когда они отойдут Лиша выпустила свои крылья И вонзила в каждую рану по щупальцу Раны задымились сладковатым дымком И тут же затянулись, словно их и не было Вот теперь все отлично Улыбнулась девушка Вы всех перестреляли? Всех Удивленный кивал головой Фархад На этом участке Молодцы Идем дальше Следите за биосканером Последний суларит упал лицом в мох Оставив над собой легкое красное облачко Кровавой взвеси Более по кустам никто не шевелился Лишь корчился в конвульсиях Один из стрелков Тихо шебурша Кровавленный листвой Культисты дрались отчаянно Но из-за своего непрофессионализма Ничего не могли противопоставить людям Основательно набившим руку на стрельбе А пришествие существа высшего порядка Окончательно ставило крест на их жалком сопротивлении Здесь не было серьезной общины Как на Девоне Скорее маленький аванпост Состоящий из полутора десятков Хорошо вооруженных Но совершенно не обученных фанатиков Остался последний сигнал биологической активности И боевая троица Уверенно направлялась прямо к нему Вскоре и глазам открылась Странная неказистая хижина Из металла Очень плотно опутанная кустарниками Все антенные кабели Сходились к этой хижине И исчезали под ее стеной Когда Лиша опустилась на колено Рассматривая места входа этих кабелей Фархад потряс ее за плечо Погляди Она подняла лицо Но не сразу разглядела то На что он указывал Тогда капитан отсек ножом Несколько веток И указал на обнажившуюся часть стены Там виднелись выцветшие Слегка выпуклые буквы ТТК Валок Холера Неужто тот самый экзокрафт Прошептал Боцман Тссс Лиша приложила палец губам И затем указала на дверь Импровизированная дверь Проделанная в корпусе Была не заперта Первым внутрь вошел Боцман Который вскоре позвал за собой остальных Здесь царил полумрак То что осталось от экзокрафта Валок Было переоборудовано в некую станцию Что-то передававшую на окрестные зуны В просторном отсеке Все стены были завешаны Экранами разных диагоналей Ни один из них не работал Остр пахло горелой проводкой Как после недавнего пожара А посередине В большейшем кресле Похожем на трон Сидел какой-то человек Точнее полу лежал Так как спинка кресла Была сильно откинута назад Трон мог поворачиваться На 360 градусов И передвигаться По звездообразной системе Узких напольных монорельсов Помимо этого Каждый дисплей Из тех, что висели на стенах Имел раздвижной коленчатый кронштейн Позволявший ему приближаться К трону почти вплотную На полу Неподалеку от центра Валялась тетрадь Исписанная от корки до корки Убористым почерком В основном расчетами Цифры, цифры, цифры Реже формулы И какие-то бессвязные заметки В конце было выделено два слова Мукоту и Куду Тоже с какими-то Очень крупными цифрами Приписанными рядом Слово Куду Было перечеркнуто крест-накрест Неожиданно тот, кто сидел в кресле Начал хрипло декламировать Санет Шелли Я Азимандия Я мощный царь царей Взгляните на мои великие деяния Владыки всех времен Всех стран И всех морей Он закашлялся Но потом продолжил Кругом нет ничего Глубокое молчание Пустыня мертвая И небеса над ней Трон был повернут спиной К вошедшим Поэтому, когда Лиша к нему приблизилась То первым делом Развернула его к себе лицом Она не смогла сдержать Удивленного возгласа А Фархад с Боцманом Тут же прицелились Готовы стрелять Но были немедленно остановлены На троне полу лежал человек С кудрявыми волосами Он был полным Невысокого роста И облаченным в пурпурную мантию Говори, где твой хозяин Чертов Суларит Угрожающе зарычал на него Боцман Где Гало? Хватит! Прикрикнул на товарища Лиша Этого не нужно Он перед вами Холера Боцман опустил оружие И почесал затылок Ну и дела Вторил ему Фархад Друзья Я прошу вас покинуть Это помещение Попросил Лиша Сейчас же Те не стали ей перечить И послушно вышли за дверь Оставив их наедине Ну здравствуй Александр Незаслуженно спасенный Убедившись Что их не подслушивают Начала девушка Отведя взгляд От закрывшейся двери Вот уж не думала Что найду тебя здесь Почему ты не убежал? А зачем Оттягивать неизбежное? Спросил человек на троне Во время нашей прошлой встречи Ты не был таким фаталистом А ты не была женщиной Я и сейчас не женщина Как и не мужчина Ты это прекрасно знаешь Великий магистр Оахо Он же Гало В миру Профессор Александр Александрович Сумских Любопытная карьера Из профессоров Да в культисты Сулариты Товар бесценный Прибыль Неимоверная Ты крутил ими Как хотел Поразительно Обычный культ Не позволяет так С собой обращаться Тебя бы давно разоблачили И предали ужасной смерти Все так В ряды суларитов Действительно Очень непросто Проникнуть С камнем за пазухой Поэтому Ни одному шпиону Не удавалось Внедриться в их тайную сеть И мне не удалось бы Если бы Лес снизу Видишь ли Алхизит Во все времена Неприступность Заканчивалась там Где начинались деньги Еще древние говорили Что осел Нагруженный золотом Возьмет любую крепость Если кто-то И не подкупен Это означает лишь то Что денег на его подкуп Нужно отвалить Гораздо больше Чем на других Лидеры суларитов С которыми я вошел в контакт Принципиально Не брали денег Пришлось дать им Очень и очень много денег Чтобы темные врата Культа Открылись передо мной Но в накладе Я не остался Все мои затраты Впоследствии Окупились Довольно быстро Многих Многих же ты обокрал Чтобы осуществить Свой замысел Очень многих И меня в том числе Я тебя спасла А ты отблагодарил меня Кражей и бегством В чертоге Даркина Хо Где я тебя уже не достану Всего лишь бизнес Не более того Я не просил тебя Мне помогать Если хочешь узнать Почему я так сделал Вспомни притчу О лягушке и скорпионе Скорпион обещал Лягушке не жалить ее Если она перевезет Его через речку Но на середине реки Все равно ужалил Потому что он Скорпион Так же и я Ничего личного Ты полагал Что Хо Прикрывало тебя Безвозмездно А что такое Хо Самообман Страх Помноженный на страх Если хочешь знать То это я Я его выдумал Оно было Как безликая Темная сущность А я наделил Его характером Индивидуальностью Понятными Всем мотивами Ты действительно В это веришь Я никогда Не видел Хо Более того Я никогда Не сталкивался С доказательствами Его существования Ни на земле Ни в ноосфере Если Хо Существует На самом деле То оно должно Быть мне признательным Такой пиар Своего бренда Оно не получало Еще ни от кого И никогда Но ты надеешься Что оно все-таки Существует И что оно Спасет тебя от меня Признайся Мне не нужно На это надеяться Потому что Я уже спасен И если это дело Рук Хо То скоро я его встречу И мы поговорим с ним Как добрые компаньоны Тогда я в него И поверю Но не ранее Как же тебе удавалось Столь веско Убеждать других В том Во что ты не веришь Легко Я просто говорил То что от меня Хотели услышать Ведь я не стремился Кого-то чему-то научить Я стремился К обогащению Пойми Алхизит Хорошо зарабатывать На верующих Могут только неверующие Так всегда было И так всегда будет Когда человек Одурманен верой Во что-то Он с легкостью Отдаст то Что считает Низменным И незначительным По сравнению С абстрактно Великим объектом Своей веры Свои деньги Своё имущество Своё добро Даже Свою жизнь Верующий Ставит свою веру Выше своего существования И материального состояния И в этом его ошибка Потому что Те кто не верят Ни во что Становятся Выше него Те кто не верят В духов И отрицают жизнь После смерти Живут и наслаждаются Настоящим днём А чтобы настоящий день Был сладок и приятен Они забирают средства У тех кто планирует Обживать райские кущи На том свете Верующие сами Всё отдают Их даже не нужно Особо просить Идеальные овцы Для предприимчивого Пастуха Смелые убеждения Даже для материалиста Риша встала Напротив него Скрестив руки на груди И даже оказавшись здесь Вне земли Твоё убеждение Не пошатнулось А может стоило бы Задуматься Над чем Над тем Что не всё В этом мире Так просто Как может казаться И что ты сам Возможно чья-то овца Попав сюда Я лишь сильнее Укрепился в своих убеждениях Ответил Гало И в том что мир Сугубо материален Ведь энергия Это всего лишь Разновидность материи Материя первична А сознание Всего лишь Продукт её эволюции Здесь В наосфере Это особенно заметно Даже лишившись Материи физической Сознание стремится К материи энергетической Потому что Жить без материи Сознание не может А материя без сознания Может Те кто создают Себе богов Всегда будут Кормом для безбожников А ты не думал о том Что боги Всё-таки могут Существовать Не в религиозном А сугубо В научном аспекте Смотря что Называть богом Для меня Бог Это всего лишь Непостижимость Которая постоянно Удаляется От простого К сверхсложному И бог заканчивается Там где Начинается познание А затем Переходит на более Высокий уровень Где будет пребывать До очередного познания Так будет продолжаться Пока вся вселенная Не будет познана Человеком Рано или поздно Люди Проникнут туда Куда ранее считалось Проникнуть невозможно И я уверен Что никакого бога Они там не найдут Познание Всякий раз Будет убивать их веру А они будут придумывать Как обойти Бесспорное доказательство Потому что Жить без бога Они до сих пор Не научились И тебя не смущает Тот факт Что перед тобой Стоит сверхсущество Служитель высшего разума Без возмущения Но с интересом Спросила Лиша Почему меня должно Это смущать Существа Такие как вы Не отрицают А лишь подтверждают Мою теорию Вас по привычке Называют ангелами Но вы ими не являетесь Вы лишь доказываете Существование Новой эволюционной Ступени сознания Развившейся В условиях ноосферы Что же до высшего разума Если он действительно Имеет место быть В том виде В каком его пытаются Преподнести Такие как ты То ничего божественного В нем нет Напротив Он станет лишь Подтверждением того Что человеческая цивилизация Не более чем Высокоразвитый муравейник Подчиняющийся Общему Сверхразуму Улье И никакой метафизики И тебя устраивает Эта гипотеза Вполне Кто-то не может Свыкнуться с мыслью Поднимаясь по лестнице Что снизу Эту лестницу Никто не держит Я же меряю И все Предельно обоснованными Категориями И как видишь Добился серьезных результатов По крайней мере В сравнении с теми Кто уповает На некие высшие силы Допустим И какова же цель Такого существования По твоему Выходит что Смысл жизни человека Это бесконечное Материальное обогащение Для меня да Я нигде не упоминал Что моя позиция Является некой Общечеловеческой тезой Напротив Всячески указывал на то Что такие как я Единицы Каждый волен идти своим путем Путь овцы проще Чем путь пастуха Но если ты выбираешь Путь овцы То не жалуйся на него Вот и вся доктрина Кто лучше Пастух Или овца Этот вопрос субъективен Пастух безусловно Стоит выше овец И видит дальше них Он знает больше чем они И в отличии от них Ведает истинный путь Да этот путь является истинным Для него А не для них Но если учесть Что у овец Нет истинного пути И они привыкли следовать Только за чужими истинами То ничего в этом странного нет Не хочешь быть овцой Стань пастухом Кто тебе запрещает Но зачем что-то менять Если гораздо проще Двигаться по дороге Которую за тебя Уже придумали Человеку трудно Жить одному Только в стаде Он чувствует себя сильным Он раскрепощается И расслабляется Поднявшись же над стадом Он остается Один на один С жуткой беспощадной Пустотой Которую необходимо Срочно чем-то заполнить Чтобы потом Кормить этой Оформленной пустотой Овец Которые в свою очередь Будут безвозмездно Обеспечивать его Вполне материальными Мясом И шерстью Не подумай Что я всю свою жизнь Жаждал власти Я не люблю власть Меня завораживает Иная страсть Добыча Извлечение прибыли Из всего Что только можно Мне не важен результат Мне важен процесс Это своеобразная лудомания Только в отличие От жертв Игровых автоматов Рулеток И карточных шулеров Я сам обманываю Обманщиков Наживаясь на них Еще больше Чем на простых недотепах Мечтающих разбогатеть Не прилагая к этому Ни малейших усилий И чем хитрее Обманутый мною Обманщик Тем больше наслаждения Я испытываю Это психическая патология С которой я ничего Не способен поделать Потому что Лишившись ее Я лишусь смысла Своей жизни А это Недопустимо То есть Деньги для тебя Ничего не значат А весь смысл Кроется лишь В прибавлении денег Деньги Это та же самая пустота Голов вздохнул Сами по себе Они не имеют Никакого значения Человеку необходимы Вовсе не деньги А то что на эти деньги Он приобретает До какого-то момента Деньги необходимы Но перешагнув Через планку необходимости Смысл в них Начинает теряться И вот тут Запускаются центробежные силы При умножении Денег ради денег Перераспределение пустоты Парадокс Но эта пустота Имеет некую Отрицательную величину Это что-то вроде Черной дыры Только не в космосе А в нашем сознании И чем больше Эта дыра расширяется Тем сильнее человек Теряет над собой контроль Думая только о деньгах А точнее Об их постоянном приумножении Вижу что тебе Все еще непонятны Мои мотивы От чего же непонятны Вполне понятны Мне непонятно другое Почему ты пошел в биологи А не в экономисты Неужели хотел найти Материальную выгоду В науке Спросил Лиша Именно так Экономика Это наука заблуждений Многие считают Что постигнув ее Тут же откроют Для себя Тайны обогащения Но это ошибка Более того Экономика нарочно Уводит нас От обогащения Ложными путями К счастью Я понял это Заблаговременно И не стал Опираться на теорию Заблуждений С целенаправленно Дезинформации Оставил это Для балаболов С ветром в карманах Куда полезнее И перспективнее В вопросах Добывания денег Я считал математику Но вскоре Разочаровался И в ней Потому что Математика Несмотря на свою Дотошность И стремление К точности Плохо работает В процессах Подчиненных Нелинейной логике Осталась биология Может показаться Что эта наука Вообще никак не связана С финансовыми процессами Но только если Смотреть на нее поверхностно Не заглядывая вглубь Ведь дело Не в науке Как таковой А лишь в ее Небольшом сегменте Нейробиологии Акцентирующейся На изучении Работы мозга Ради этого Мне пришлось Постигать медицину Но оно того стоило В то время Как экономисты Бились над кривыми Теориями В надежде Вывести из них Идеальную формулу Безупречной рентабельности Я пошел в обход И начал искать ответы В человеческих мозгах Ведь именно Живой мозг Формирует потребности А вовсе не мертвые Формулы Только мозг Может подсказать Как работает система толпы И каким Антилогичным законам Она подчиняется Профессор Сиротин Знал о крамольных мыслях Своего ассистента Да, знал Сиротин был гением Светлой головой Мне несказанно повезло Попасть к нему На стажировку С той поры Он стал моим учителем Которого я до сих пор Превозношу Выше всех остальных Ответил Гало К большому сожалению Он был безнадежным совком Адептом утопического Альтруизма Он хотел помогать людям Причем безвозмездно А я мог лишь удивляться За что судьба Наделяет такими талантами Блаженных Ведь они Растрачивают свой дар Понапрасну Опыты Сиротина С электромагнитными резонаторами Являлись Новаторскими Крайне перспективными Но увы Только для меня И для него Большинство света Чьей отечественной науки Не признавало Нашу работу эффективной Чем дольше мы работали Тем острее вставал Вопрос финансирования Если при прежней власти Деньги мы получали исправно То новый мир Начал диктовать новые правила И мы с Сиротиным Стали все сильнее Отдаляться друг от друга Как люди из разных эпох Тогда-то я и начал Предпринимать попытки Убедить его в своей правоте Я начал увещевать его Что наша цель Это зарабатывание денег То, чего нам Уже удалось добиться Можно внедрять как товар И получать средства Необходимые Для испытаний От самих же испытуемых Я чувствовал Что мы вот-вот откроем Священный Грааль Обнаружив мозговые процессы Влияющие на человеческое сознание Мы были очень близки К этому Алхизит Но мой учитель Отрицал все мои Здравые предложения В самой резкой форме С горем пополам Мне удалось убедить его В принятии финансирования От лиц Согласившихся На добровольное Экспериментальное лечение Посредством нашего Электромагнитного резонатора Просто иначе Нас бы совсем закрыли И Сиротин это понимал Я видел Что ему это решение Встает поперек горла И пытался словесно Успокаивать его Говоря Что все это Мы делаем во благо Что это Временная мера Не знаю Верил ли он мне В результате Его руками Ты создал Ицпополотль С презрением Подытожил Лиша Ах Ицпополотль Гало грустно Посмеялся Думаешь Мы этого хотели Во время экспериментов Мы иногда Сталкивались с вещами Которые иначе Как научной фантастикой Не назовешь Человеческий мозг Это просто Кладезь непознанного Что же касается Ицпополотль Ну для меня Она была всего лишь Опытным образцом А для Сиротина Пациенткой Мы оба стремились Помочь ей Хоть и по разным причинам Сиротин надеялся Найти метод лечения Больных с синдромом Дауна И применял Для этого способы Которые пригодились бы мне Для управления сознаниями людей Принцип работы Строился на принудительной Активации Последовательных Мозговых процессов В результате которых Пациент постепенно Излечивал Сам себя Реализовывать это Было крайне тяжело Тем более Что во многих аспектах Мы были настоящими Первопроходцами И не имели Практических навыков Уповая лишь на теории И удачу Эксперименты С подопытными животными Не могли нам в этом помочь Ведь мы занимались Коррекцией сознания А значит Могли добиться Очевидного результата Только в работе С человеком разумным Я был уверен Что все наши трудности Заключаются именно в том Что опытные образцы Доступные нам Имели какие-либо Отклонения Или повреждения Мозговой системы Это усложняло нам Задачу десятикратно К тому же Как я уже говорил Исцелять каких дебилов Даунов И жертв Цереброваскулярных болезней Это не моя стезя Я мечтал провести Эксперимент Над здоровым мозгом Над полноценным И посмотреть Как это на него повлияет Сильно чесались руки Поучаствовать в экспериментах Самостоятельно Но останавливал страх Да и Сиротин был В корне против этого Если бы не та пациентка Я бы на это Так никогда и не решился Ты сразу заметил В ней странности Что? Нет Никаких странностей Типичный случай К нам уже таких привозили Сиротин не хотел ее принимать Потому что предыдущие эксперименты Не принесли существенных результатов Не любил он брать деньги За то, что у него не получалось Трудно ему было Он бы и отказался От этой Анны Если бы я не подсуетился И не принял ее Едва ли не через его голову Он позлился, конечно Покричал Но потом смирился А когда мы получили Первые результаты То вынужден был согласиться С тем, что я все сделал правильно Однажды мы с ним Даже шампанское открыли Ага А потом? А потом все посыпалось Мы распечатали ящик Пандоры Сами того не ведая Наше оборудование Запустило какую-то Необратимую цепную реакцию Разогнало мозг пациентки Слишком сильно Запредельно сильно Это можно было бы Считать прорывом Если бы не одно но Однажды мы зафиксировали Очень странные изменения Когда мозг опытного образца Стал как бы переключаться С режима на режим Словно от сна К бодрствованию И наоборот При том, что Внешнее состояние пациентки Не менялось Она была активна И даже общалась с нами Мы решили увеличить Стимуляцию нейронов И это оказалось ошибкой Пришлось срочно Сворачивать наши опыты Пока нас не засудили Ее родители Заявив, что наши действия Не дали положительных результатов Мы прекратили эксперимент Это была последняя работа Профессора Сиротина Тот случай выбил опору Из-под его ног И он сломался Наши пути разошлись навсегда Надеюсь, он не совершил Какую-нибудь глупость О нет Сиротин до глубокой старости Преподавал в университете И умер от инфаркта В своей постели Ответила Лиша Жил как совок И умер как совок Но я очень рад за него Честно Просто мы с ним Слишком разные А я вот Не сдался И продолжил работу По изучению измененного сознания И в этом непростом деле Я сам стал выступать Подопытным кроликом К тому моменту Накопленного опыта У меня уже было достаточно И в Сиротине Я не нуждался Обзавелся парой Надежных лаборантов И приступил к экспериментам Первые результаты Сильно озадачили И напугали меня Сначала я не понял Что мы открыли Но потом Когда собравшись С мыслями и духом Я продолжил исследование То почувствовал себя Новоиспеченным Колумбом Там По ту сторону рассудка Я обнаружил новый Неизведанный мир Мир свободного разума Передо мной Раскинулась ожившая Теория Вернацкого Информационное поле Земли Ноосфера Я искал Золотой прииск А нашел Эльдорадо С той поры Материального мира Для меня больше не существовало Он помек Перед бесконечными Возможностями Мира энергетического На Земле Я мог насыщать Лишь свое тщеславие В ноосфере же Я могу насыщать Своё сознание До бесконечности Ведь в ней существует Не один единственный мир А несчислимое число миров И в каждом из них Есть чем поживиться Здесь я смог Полностью реализовать себя Здесь я стал Царем царей Ты Пол жертвой Чувства собственного величия Нет Всему виной обстоятельства Как обычно Я воевал с обстоятельствами Всю свою жизнь И побеждал их Мои родители Работали до самой смерти Но ради чего? Чтобы заработать кому-то На богатство Я не хотел становиться Такими как они И я шел к своей цели Упрямо и упорно Говорят, что я был Вундеркиндом Но мне казалось, что я просто Умею смотреть на вещи Под другими углами Потом я начал все чаще Сталкиваться с несправедливостью Когда поступал в институт И не сразу смог Пройти по конкурсу Даже имея золотую медаль Потому что через меня Лезли блатные отпрыски Из-за которых Подобных мне Задвигали назад Все решалось взятками Или знакомствами А я сумел пробиться Не опираясь Ни на то Ни на другое Более того Во время учебы Мне удалось неплохо Заработать на этих дураках И я планировал Заработать на них еще больше Я собирался доить их Как коров Неужели я этого не заслужил? Новый мир Диктовал новые правила В которые Я вписывался идеально И наконец Воспарил над ним Доказав свою Непревзойденность Ты впустил в этот мир Ицпополотль И сам же от этого пострадал В голосе Лиши Появились ноты злости Значит кое-кого Ты не смог превзойти Это так Согласился Гало А знаешь почему? Потому что мы с ней схожи Только я поглощаю Пустоту денег А она пустоту энергии Ицпополотль невозможно купить Просто потому что Она берет мзду Только в одном эквиваленте В энергетическом А это значит Что с ней придется Расплачиваться тем Ради чего я расплачиваюсь Все равно что давать В качестве взятки дом За то чтобы этот дом Не отбирали Бессмыслица Я пытался спрятаться от нее И мне это почти удалось Но моя лудомания Оказалась сильнее Смотрительности Когда мы покинули Обреченную Марию Ауксилидору Я надеялся Что чертова бабочка Посчитает меня погибшим Кроме моего верного напарника О моем плане Не знал никто Как я понимаю Если ты нашла меня Значит его больше нет в живых Я как чувствовал Что не нужно было Давать им шансы Ты прекрасно Запутал следы Загадка с двумя великими статуями Весьма оригинальна Браво С двумя великими статуями Глаза Гало блеснули Криста Реденция И Матролор Пояснила Лиша Статуя Христа Искупителя И Родина Мать Чего Суларит расхохотался Вы что и вправду Руководствовались Этой бредовой догадкой Ты не шутишь Благодаря этому Я тебя нашла По чистому совпадению Я вообще не думал Что две эти зуны Можно как-то ассоциировать Со статуями Ну Криста Реденцию Допустим да Но Матролор Вот уж действительно Злая ирония судьбы Я тебя нашла Повторила Лиша Более угрожающим тоном Потому что я тебе позволил Было бы мое желание Я бы до сих пор От тебя прятался Не льсти себе Я нашла тебя И я бы сделал это В любом случае Нашла Согласился Гало Ну а дальше то что Неужели наивно рассчитываешь Вернуть свое имущество Увы Это невозможно Все твое имущество Было пущено На развитие Моего теневого бизнеса А все чем я владел Забрала яиц по полоталь У меня не осталось Ничего Ровным счетом Поэтому я вынужден Тебя разочаровать Я уничтожу тебя Размажу Как грязного таракана Давай Чего медлишь Зачем ведешь со мной Эти праздные беседы Может быть потому Что все еще Надеешься вернуть То что я у тебя Отнял Думаешь что я Обманываю тебя И прячу твое добро В каком то секретном месте Это не так Можешь проверять Сколько угодно Я тебе не верю И не надо А твои спутники тебе верят Те двое ребят Что пришли с тобой Знают ли Что они ищут на самом деле Что ты им сказала Что охотишься На эти по полоталь Я угадал Конечно Это благая И достойная миссия Каково же будет Их разочарование Когда они узнают Сколь меркантильной И мелочной Являлась твоя цель На самом деле Всего лишь разобраться С кинувшим тебя подельником И вернуть себе Утраченные активы Не слишком ли это Низменное стремление Для лучезарного ангела Для сверхсущества Заткнись Мне нужны были деньги Для того Чтобы вербовать агентов Ты прекрасно знаешь Что за спасибо У нас мало кто работает А чем выше агент Тем он дороже Своей дурацкой выходкой Ты серьезно нарушил мою работу Я доверяла тебе А ты Ты хотела кинуть меня Просто я кинул тебя раньше Я знал на что иду Потому и бросился Из огня до вполымя Туда где ни ты Ни твои многочисленные жуки Меня не отыщут Рисковое предприятие Но насколько шикарное Я обвел вокруг пальца Самого ангела Человеческий разум Восторжествовал Это мое первое Величайшее достижение Уйти от цпополотых Было гораздо сложнее Но я и это организовал Как видишь Уже второе Сверхсущество Было посрамлено И это без учета Хо Чье имя Я так долго использовал В своих интересах Если Хо действительно существует То оно занимает Третье место В вашей компании Терпил От меня ты не ушел Сквозь зубы Процедила Лиша Ошибаешься Ошибаешься Ты думаешь Что поймала меня Но на самом деле Это иллюзия Стоит мне закрыть глаза И ты исчезнешь Не надейся Я допустил Один единственный просчет И намерена Его исправить Раз и навсегда Ты идиот Если меряешь Мои цели Своими мерками Я не искала тебя Чтобы вернуть украденное Я искала тебя Потому что ты Свидетель Опасный свидетель Которого нельзя Оставлять в живых Если бы тебя поймали Ребята из моей конторы А они тебя непременно Поймали бы когда-нибудь То выяснили бы Что я вступала С тобой в сговор Нарушив священный принцип Невмешательства После этого Уже никто не станет Выяснять причины Моих действий Потому что никакие Даже самые благие цели Не способны оправдать Нарушение принципа Невмешательства Допущенного Сальвификарием А это конец моей карьеры Стало меня не меньше Чем пришествие Ицпополотль К счастью Она почти разрешилась Твоя жадность Сгубила тебя Александр Ты создал такую Впечатляющую Финансовую империю И прокололся на ерунде На очередной пирамиде Схема Понзи Безотказная штука Зачем изобретать велосипед Когда все уже изобретено ранее Модернизируй Доводи до ума Оттачивай И получишь Неслыханные результаты Если бы не Ицпополотль Я бы развернулся Во всю ширь Но она срезала меня На взлете Непредсказуемый поступок Я был уверен Что она даст мне Обрасти жирком Видимо наша бабочка Торопится взмахнуть Своими крылышками Увы Она молода И слишком горяча Да и мыслит пока еще Слишком топорно Она отняла у меня все Все мои накопления Переработала Конвертировала в энергию А меня оставила На будущее В надежде Что я продолжу Извлекать новую прибыль Для нее Под ее руководством По ее указке Ей нужны были гарантии Мои изговорчивости Поэтому она взяла Мою семью в заложники Ты встречался с ней? Лично? Нет Только по удаленным Зашифрованным каналам связи Видишь как тут все погорело Это из-за нее Из-за ее сигналы Да я уже видела Как она сжет станции связи Не умеет рассчитать силу Тот и оно Пока она не поймет этого Будет уязвимо Надеюсь что ты воспользуешься Этим алхизит С какой стати тебя заботит Наше противостояние Мне выгодно Чтобы вы с ней столкнулись Вне зависимости от того Кто из вас победит Я останусь в 50% выигрыше Если бы я знал точное местонахождение Ицпополотль То сдал бы его тебе Незамедлительно К сожалению Я не в курсе этого Могу лишь сказать Что последний позывной С маячка Спрятанного в кулоне Моей дочери Пришел из плоскости Синих огоньков Это в конвективном Сегментариуме Там где бушует Один из метавихрей Лапласа Вот только не надо Просить меня Спасать твое семейство А я и не прошу Тем более что тебе Их уже не спасти Это была моя жертва Ими я откупился От Ицпополотль Потому что семья Это не лучшее финансовое вложение Слишком много задрат А прибыли никакой Мне жаль мою семью Жену, сына и дочь Но в серьезном бизнесе Всегда приходится чем-то жертвовать Семья у меня будет новая А вот разум Нет Такого разума Более нигде не сыскать Какая же ты сволочь Усмехнулась Лиша Не изображай из себя моралиста Ты пытаешься демонстрировать Человеколюбие Не умея испытывать чувства Это выглядит нелепо Возможно я действительно чудовище Но не такой как ты Даркин Хо Может сполна гордиться своим голошатаем Чему же ты радуешься, Александр? Неужели потери семьи И всех твоих денег Это повод для оптимизма? Это очищение Избавление от тягости Блаженно ответил Гало Долгожданная возможность Начать все с нуля С чистого листа Я жду не дождусь Когда это обновление произойдет И пока ты тут Общаешься с моей Прежней уже покинутой оболочкой Где-то Новый я Уже заполняет форму Для вступления в новую жизнь С новыми возможностями Даже и рядом Не стоящими с теми Что были у меня прежде Что за бред ты несешь? Ты сошел с ума? Напротив Я стою на пороге Великих свершений Ты видишь руины Моей старой империи Ты считаешь Что я потерпел поражение И по твоим глазам Я вижу Что ты не сомневаешься В своей победе Это значит что я обманул тебя Уже дважды Мне жаль тебя алхизит Глупый наивный ангел Чего же ты медлишь? Делай то Зачем пришла сюда Да пожалуй пора Ничуть не обиделась Лиша Спасибо что напомнил Просто редко Когда случается Поболтать с собеседником Обладающим такой Поразительной дерзостью Галора смеялся И чем глубже ты зарываешься Тем забавнее мне становится Продолжила Лиша Приближаясь к нему Кто еще меня так позабавит? Думаю что мы еще встретимся Разумеется Если ты одолеешь лиц по полот Или а не она тебя Кстати Забыл спросить На чем мы сюда прибыли? В последнее время экзокрафты Суда не транслируются Неужели наняли буконьеров Эльхима? Поосторожнее с ними На обратном пути Знаешь За что их прозвали Буконьерами? Когда-то на земле Были такие пираты Которые возили с собой Специальные приспособления Буканы На которых коптили мясо Морских животных И рыбу Местные буконьеры Перевозящие людей С зоны на зону Частенько используют Своих пассажиров В качестве мяса Особенно когда везут Много народу И пропажу двух-трех человек А той целой семьи Никто не заметит Гнусные ребята Эти буконьеры Надо бы отдать тебя им Нависло над ним Лиша Выпуская поочередно По одному щупальцу Но не хочется лишаться Привилегии Закоптить тебя лично Как жаль Что столь продвинутый разум Так и не был использован Во благо человечества Человечество Не заслуживает благ Прошептал Гало И его влажные глаза Поблескивали отражениями Электрических разрядов На крыльях ангелы Человечество Это тля Важны лишь отдельные индивиды Твои заблуждения Столь же велики Сколь и самоуверенность Прежде чем тебя испепелить Хочу чтобы ты знал Я никогда не ошибаюсь дважды Если я убью тебя То убью везде И то что от тебя останется Будет долго гнить На дне самой жуткой клоаки В назидании тем Кто придет тебе на смену Прощай Александр Прощай навсегда Щупальцы одновременно Вошли в его тело И голов вспыхнул Словно факел Но это было не обычное пламя Оно было странным Смердящим Сине-зеленым С отвратительной черной копотью Бывший магистр Дергался и выл от боли В течение нескольких жутких минут Пока не прогорел до костей Его плоть плавилась Словно смола И стекала с трона Тягучими нитями Которые засыхали И тут же твердели Вскоре все было кончено Лиша открыла дверь Вышла на улицу И ровной походкой Пошла в сторону Адалиски Ну что Все Направился был к ней боцман А мы уж думали вы там Позади Лиша Раздался сильнейший взрыв Корпус валака Разорвало в мелкие клочья Взрывная волна Выдрала кусты С корнем В радиусе Пары десятков метров А те Что росли дальше Пригнуло к земле Фархад и боцман Разом присели Закрыв голову руками Их обоих Тут же забросало Листвой и ветками Вот теперь все Как ни в чем не бывало Прошествовало Мимо них Лиша Поднимайтесь Мы уходим Нужно поскорее Встретиться с Аликом И преподобным Ты не перестаешь Нас удивлять Отряхиваясь Поднялся на ноги Слегка оглушенный Фархад Выяснила хотя бы Где яиц по полоталь Нет Ответила Таня Оборачиваясь Сделала кое-что получше Исправила свою Последнюю ошибку Делибератион Эквитас Философия Повторял он Свою любимую мантру Придуманную еще В студенческие годы Во время изучения латыни В медицинском институте Веритас Суферентия Либертас Это помогало ему Успокоиться Все позади Он вновь победитель На этот раз Было рискованно Очень рискованно Пришлось многим пожертвовать Но без этого Никак не обойтись Если играешь В высшие лиги То приходится Оперировать крупными ставками Александр Сумский Ступил в полумрак Выпускного коридора И встал в очередь Бегло вытирая пот С высокого лба Темнотища тут Хоть бы лампочки повесили На всем экономит Прервав внутреннюю мантру Подумал он А впрочем Это уже не имеет значения Впереди виден свет Это выход Скоро я там буду Он прошел Он прошел долгую Нудную процедуру Регистрации И получения пропуска Как же это было Утомительно Но после того Что он пережил Все эти бюрократические Тяготы Теперь казались Лишь маленьким Неудобством Не более того Дело сделано Пропуск получен Вот ведь парадокс Жалкая бумажка Зажатая в его руке Сейчас была ценнее И дороже всех денег мира Это была его жизнь Его продолжение Очередь двигалась Медленно Профессор вспомнил Как когда-то Будучи еще ребенком Ему с бабушкой Приходилось Выстаивать многочасовые очереди В какой-нибудь продуктовый магазин Записав на руках Номерки Химическим карандашом Чтобы получить за талоны Пару пачек сахара песка Или несколько упаковок Индийского чая Для этого Очередь приходилось Занимать еще с рассветом А к прилавку Они подходили Только после обеда Мерзкое было время До сих пор дрожь пробирает Словно оказался В осколке своего Ненавистного прошлого А прошлом вообще лучше всего Забыть Все Нет больше прошлого Только настоящее И будущее На минуту его отвлекли голоса Прилетевшие откуда-то из зала Не близок путь-то Громко произнес явно глуховатый старик Говорят автобус пустили До самого закума Скрипучим голосом Ответила ему старуха Александр попытался Отвлечься от раздражающих Посторонних разговоров Но это было нелегко К тому же Его постоянно сбивала с мысли Странная девушка Стоявшая в очереди Следом за ним И неустанно что-то бормочущее Сама с собой Профессор подумал Что она просто слушает музыку В наушниках И время от времени Пытается подпевать Он уже хотел было Сделать ей замечание Но в этот момент Она умолкла Нельзя так Сам себя осаживал Александр Я слишком нервничаю Они могут придраться Я должен взять себя в руки Уже скоро Мысли опять начали скакать в голове Словно игривые зайцы Свет в конце туннеля По которому двигалась очередь Становился все ярче Выход приближался Александра переполняла счастье Жаль что никто не может Оценить его гениальную игру В которой он безупречно Обошел двух самых опасных Сущностей на сферы Сейчас одна из них Наверное безуспешно пытает То что от него осталось там В инфосфере И пытает жестоко Они это умеют Поэтому выбирая кому достаться На растерзание Он выбрал из двух золны и меньше Алхизит беспощадно Но Ицпополотль гораздо хуже И в отличие от тупого ангела С птичьими мозгами Бабочка способна На невероятные изощрения Зачем было рисковать Раздумывая над этим Сумских продвинулся Немного вперед Вслед за очередью Чем ближе был выход Тем отчетливее слышались Слова повторяющиеся оттуда Стоять! Пропуск! Проходи! Стоять! Пропуск! Проходи! Александр поежился Как от холода Хотя в коридоре Было жарко и душно Он вдруг почувствовал Некую тягость Скребущую изнутри Ему стало совестно За то Что он фактически Обрек свою часть Не самую худшую Надо сказать На такую муку Ему даже почудилось Что он слышит Отголоски собственной боли Доносящиеся с той стороны Но это ощущение Разумеется Было ложным Потом он вспомнил О своей семье И ему вновь стало стыдно Не хотелось даже И представлять Того что с ними Сделает Ицпополотль Эти мысли не имели конструктивного свойства Поэтому Александр поскорее отмел их Все Забыть и не вспоминать Это прошлое А прошлого больше не существует Дилибератион Эквитас Движение замедлилось Возле самого выхода Началась какая-то возня Заставившая его отвлечься И сконцентрироваться на ней Немного выглянув Из-за плеча Впереди идущего мужчины Он разглядел на пути Закрытый турникет Полурасплывчатый от света Бьющего навстречу очереди Возле этой преграды В стене зияло черное оконце Пропускной пункт Последний рубеж на пути к свободе Напротив оконца Растерянно мялся какой-то человек Было слышно Как он что-то мучит Нелепо пытается объясниться Пропуск Повторил из оконца Бестрастный голос Мужчина забубнил громче Виновата жестикулируя Потом вдруг Отшатнулся от окна Из которого блеснула Линия фиолетового луча Не издав ни звука Человек развернулся на месте И как подрубленный Упал на пол С дымящейся дыркой Посредине туловища Колонна очереди Продолжала терпеливо ждать Со скрипом Открылась дверь Располагавшаяся справа От оконца И два служителя Словно две безмолвные тени Подхватив убитого За руки и за ноги Утащили туда Откуда пришли Очередь двинулась дальше Девушка позади Александра Вновь начала бормотать Уже громче чем прежде Молится она что ли Дура Здесь некому молиться Подумал профессор А потом мысленно Переключился на убитого А этот тоже хорош Сам виноват Придурок Зачем полез без пропуска Много их таких Развелось В последнее время Надеются проскочить Без оформления Сочетают себя Самыми умными Ну и кто теперь Самый умный Вокруг становилось Все светлее И теперь можно было Разглядеть стены коридора Александр прошел Мимо пожарного щита За которым висел плакат На плакате Была изображена Девица в косынке Из-под которой Упрямо топочились Зеленые локоны Девица задорно улыбалась Застенчиво придерживая руками Развивающуюся на ветру Юбку В стиле Мерлин Монро А рядом с ней Размещалась надпись Не допускай теплового удара Надевай косынку Александр присмотрелся И пот потек с его лба Еще обильнее С плаката на него Смотрела алхизит Чур меня чур Встряхнулся он Везде мне мерещится гадюка Так все Не думать о ней Здесь она меня не достанет Но проходя мимо плаката Он все же не удержался И еще раз на него взглянул Глаза нарисованной девушки Провожали его По мере движения А улыбка становилась все шире Делибератиум Эквитас Философия Уставившись в черную Широкую спину переднего человека Вновь начал твердить Про себя Александр Нет я не хочу Отчетливо произнесла Девица Идущая позади И тут же принялась Как-то странно всхлипывать Веритас Суферентия Либер Мантра оборвалась Александр почувствовал Тяжелый удар по затылку Вызвавший яркую вспышку В его голове Которая уже спустя долю секунды Свернулась в сплошную Непроницаемую тьму Либертос 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 И очередь движется Надо вставать Я уже должен был Давно пройти на выход Перевернувшись Он морщись от боли Попытался подняться Под его руку Подвернулся Валяющийся рядом топор Видимо Им его и оглаушили Странно что голову Не раскололи Значит били не насмерть Но для чего Понятно для чего Чтобы его место занять Как-то глупо Они бы и так вышли Даже размышлять ему Было больно Держась за голову Александр наконец Поднялся в полный рост И опять увидел Зловещий плакат Ничего похожего Салхизит в чертах Изображенной на нем Девушки Не был и в помине Нужно было Немедленно вернуться В очередь Но это оказалось Непросто Потому что люди Шли плотно Друг за другом И не желали Никого пропускать Впереди себя Пропустите Шатаясь от головокружения Пытался встрять Между ними Александр Я должен был Уже пройти вперед Меня ударили Вас здесь Не стояло Строгим басом Ответил крупный мужик В кепке И оттолкнул его назад Но сдаваться он не собирался И повторив Еще пару безуспешных попыток В конце концов Умудрился втиснуться Перед какой-то хлипкой старушкой Которая не смогла Противопоставить ему ничего Кроме длинной тирады Возмущений Это было уже неважно Ему удалось Он втиснулся в очередь До выхода осталось Всего человек пять Турникет клацал Все ближе и ближе Стоять Пропуск Проходи Стоять Пропуск Проходи Полная дама Шагающая впереди Становилась у оконца Стоять Донеслось оттуда Пропуск Пожалуйста Подрагивающий от волнения Пухлой рукой Тетка протянула листочек Уронив его На лоток под оконцем Лоток задвинулся И за стеной Запиликали какие-то Электронные звуки Проходи Александр почувствовал Что все тело женщины Всколыхнулось От содрогания Когда турникет лягнул Открыв ей путь на выход Словно окрыленная Она не пошла А буквально полетела Из душного коридора В слепящий свет И быстро растворилась В нем как в молоке Это выглядело Так красиво Что сумских Поневоле засмотрелся И даже боль в его голове Слегка попритихла Но тут же вернулась Вновь Вместе со стуком Закрывающегося турникета И скрежетом Выкатившегося лотка Стоять Пропуск Он понял Что обращаются к нему Поднял руку В которой был зажат Заветный листочек И онемел от ужаса Рука сжимала пустоту В последней надежде Александр принялся Шарить по карманам Пропуск Где он Где же он Лавина ужаса Догнала его И нахлынула Утопив в себе полностью Он у меня был Был Пропуск Повторили законцы После удара Зрение Александра Все еще плохо фокусировалось Поэтому он с трудом Мог разглядеть Что находилось внутри Там светилось Синее расплывающееся Пятно лампочки А рядом торчало Чье-то бледное лицо С глазами как у паука Похожими на два Черных рубляшка Черных меток Я сумских Александр Александрович Я зарегистрировался У меня украли пропуск Вот мой паспорт Смотрите Смотрите Он выудил свой паспорт И положил его в лоток Тот задвинулся в стену Но тут же выдвинулся вновь Паспорт не нужен Пропуск Произнес дежурный И Александр понял Что больше ждать он не будет Умоляю Вынув паспорт из лотка Он развернул его фотографии К амбразуре И заплакал Пожалуйста Обжигающая спица Вонзилась ему в грудь Словно шампур в кусок мяса Александр увидел фиолетовый дым И словно вдохнул Полными легкими Раскаленный пар Свет К которому он так стремился Становился все тусклее И дальше А где-то вдали Зазвенели отголоски Знакомых фраз Стоять Пропуск Проходи Сердце все еще билось Жизнь почему-то Никак не желала покидать его Хотя Он уже ни на что не надеялся Обрывками Гаснущего сознания Он понимал Что его несут куда-то Через какие-то помещения Которые он уже не мог Окинуть взором Затем Несущие его служители Остановились в холодном зале С поразительной акустикой Раскачали его за руки И за ноги После чего Словно мешок Выбросили куда-то в бездну Время на секунду остановилось И он будто бы завис в пространстве Но потом почувствовал Что летит вниз Через узкую пропасть Бьется в ее края И кувыркается Он не видел ничего Но почему-то осознавал Что все выступы Этой пропасти Завалены Сотнями Тысячами тел Которые веками Сбрасывались сюда Как мусор Они застряли на выступах А он летел дальше Все ниже и ниже Тело уже ничего не чувствовало И только разум Доживая свои последние секунды Бился от ужаса Внутри своего падающего В небытие саркофага Из плоти Так он и умер Не успев долететь до дна Разлетевшись По узкой черной трещине Искрами сгорающего сознания Тело бывшего профессора И великого магистра Грохнулось В какую-то грязную канализацию Разнеся звук Своего падения По темным лабиринтам Холодных подземных катакомб А рядом С тихим шорохом Упал паспорт Заменивший ему надгробие Эхо еще немного погуляло вокруг И его последние отзвуки Почему-то напоминали смех Смех алхизит